Доходы бюджета растут, бизнес процветает, жители государства всем довольны. Эту сказку воплотили в жизнь участники Виатского экономического лагеря, живущие по законам мини-государства. Изучить опыт налоговой службы ВЭЛа приехали настоящие налоговики. Как собирать налоги дети и почему в детском мини-государстве все платят налоги, узнала и наша съемочная группа. Так работает служба такси в ВЭЛе. А это местное фотоателье Зазеркалье. Есть еще тату-салон, массажные кабинеты, мастерская фенечек и сувениров. В детском государстве все как в настоящем. Жители выбирают власть, депутаты принимают законы, охранные агентства следят за порядком, самые предприимчивые открывают собственный бизнес. При этом часть доходов идет в общий бюджет. Им распоряжается министр финансов и мэр городов. Ты знаешь, куда идут твои налоги? Да, на помощь безработным, которые находятся в минусе. В детском мини-государстве все налогоплательщики в полном объеме и своевременно платят налоги. Именно это обстоятельство особенно заинтересовало кировских налоговиков, приехавших в Вятский экономический лагерь, чтобы изучить и по возможности перенять у детей опыт. Уникальный и, похоже, единственный в мире. Профессиональный разговор состоялся на встрече руководителя УФНС России по Кировской области Светланы Чарушиной с начальником налоговой службы ВЭЛО Екатериной Медведевой и членами местного правительства. Налоговики представили свой уникальный опыт, самый посещаемый сайт органов власти страны и телевизионный проект «Кто спасет планету Калиата», в котором государством управляют пятиклассники. А потом начался интерактив. Консолидированная группа у вас налогоплательщиков в одном холдинге, они отчитываются как за одну организацию или как разные? Платят? Платят вот эти. Заодно уплачивают, да? Эффект от кого больше? От одиночек или от холдинга? Поступление. Поступление больше. От холдинга больше, да? Вопросы чаще задавали налоговики. Как организован учет налогоплательщиков и контроль за их деятельностью? На какой системе налогообложения находятся ИП и юрлица? Какая в ВЭЛе средняя налоговая нагрузка и ответственность за неуплату налогов? В свою очередь власть ИВЭЛа интересовала, как можно дисциплинировать плательщиков по сдаче отчетности и отследить реальный объем выручки предпринимателей. Глубина налоговых знаний и нестандартные подходы в решении государственных задач впечатлили опытных налоговиков. Понимание построения государства и понимание построения налоговой системы детской, оно, наверное, такое более правильное. Они понимают, что налоги платить должны все. И они их платят все. Бизнес совершенно прозрачный. Для неплательщиков налогов у них применяется черно-белый паспорт, который уже считается, что человек это, ну, изгой, собственно говоря, уже их общество. Самым прибыльным и социально ориентированным в этой смене оказался бизнес двух юных леди по производству сладкой ваты. С оборудованием и сырьем помогли родители. Остальное сделали сами. Бизнес-план, рекламную кампанию, бухгалтерский учет и мониторинг рентабельности. Бизнес-леди уже могут позволить себе наемный персонал, имеют хорошую деловую репутацию и гордятся тем, что работают прозрачно и больше всех в ВЭЛе платят налогов. Если бы была возможность не платить налоги, что бы ты сделал? Я бы их платила. Все равно. Но мы же живем все-таки в государстве. Секрет высокой налоговой дисциплины в ВЭЛе оказался прост. Все налоги местный Центробанк автоматически снимает с банковского счета налогоплательщика и перечисляет в бюджет. Такие законы в детском государстве. Юные министры и налоговики не скрывают, что иначе бюджет им не собрать. Татьяна Катаева, Платунова, Денис Дружков. Вести. Кировская область.